«Учусь хорошему у детей» – профессиональный девиз, который для себя придумала Екатерина Мелентьева. Она начинала свой путь с учителя истории в 10-й школе, но развиваться больше хотелось в творчестве, в команде. Поэтому девушка нашла свое место на должности советника-директора по воспитанию школы номер 20. В этой сфере образовательной невозможно быть одному. То есть я один, я все сделал. Это нереально. Тут должна работать всегда команда. Команда как взрослых, вот в нашем случае это команда по воспитанию, администрация школы, учителя, классные руководители. От них мы тоже получаем колоссальную поддержку. Так и дети. Дети, конечно, меня поддерживают очень сильно. Им огромное спасибо. У нас уже реальная команда. Мы не просто там наставники дети, мы хорошие друзья и школьная семья. Екатерина вместе со своими подопечными – частые участники всех активностей и инициатив. Однако на региональный конкурс «Советник года» она попала спонтанно, отправив видеовизитку в последний день приема заявок. Второй этап проходил в Нижнем Новгороде. Там состояло задание из двух кейсов. Первый кейс – это нужно было решить педагогическую ситуацию, которую нам задавала нейросеть, и мы должны были сориентироваться за минуту 20 лет. И второе задание – это разработка проекта «Советник будущего», где мы уже работали в команде. Полуфинал заключался в том, что я должна была представить свою методическую разработку, то есть какое-то мероприятие с ребятами. Так как город закрыт, и к нам приехать эксперты не смогли, но тут огромную благодарность хотела бы выразить библиотеке Дивеева, центральной библиотеке, которая нас спустила к себе, и на базе мы провели вот это мероприятие. К нам приехали эксперты из Нижнего Новгорода, и по его результатам я прошла в финал. Финальный этап проходил в Нижнем Новгороде. В итоге в номинации «Советник-наставник» Саровчанка заняла второе место. По словам педагога, нужно всегда стремиться быть ребенку лучшим другом, уметь слушать и слышать его. В профессии она обязывает меня понимать детей, быть им другом, наставником. И этот формат не тот, что учитель-ребенок. То есть наставник-ребенок, когда ты понимаешь ребенка, находишься с ним на одной волне. Не осуждаешь их идеи, не навязываешь им свое. То есть ты слушаешь их, да, и уже на основе их идей берешь и создаешь что-то новое. На первой в Сарове премии «Педагогический триумф года» Екатерина Милентьева стала лучшей в номинации «Наставник года». В 2024-м она планирует уделить большое внимание развитию школьной медиа-студии «Объектив». Дарья Кузина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.